Надо, наверное, сразу сказать, что я твои тиктоки смотрела и по твоим тиктокам тоже учила итальянский. Я именно в это влюбился. Какая она, эта русская душа? Умом Россию не понять. Как вообще соцсети на сегодняшний день влияют на молодежь в Италии? С работой не все отлично. Вы же сумки там шьете у себя. Возможно, поэтому вы так тепло к нам относитесь. Это проект «Мы и они», и я его автор Мария Шахова. Мои гости — это иностранцы, которые родились и выросли за границей, но выбрали жизнь для себя здесь, в России. Почему? Расскажут они сами. Ну а вы подписывайтесь на наш телеграм-канал, а также группу ВКонтакте. Все то, что не вошло в основной выпуск, теперь будет там. Концертные залы не только в Европе, но и по всей России. Лоренцо обожает наших классиков, знает наизусть Пушкина и готов бесконечно восхищаться московской весной. Влюбил в себя миллионы фолловеров в соцсетях, но свое сердце отдал русской красавице. Лоренцо, ты впервые оказался в Москве, когда тебе было 17 лет. Насколько я понимаю, ты учился в Венеции, выиграл конкурс и в качестве приза приехал сюда, в Москву, на месяц. После этого ты вернулся обратно в Италию, отучился, а потом решил переехать в Россию. Почему? Ты все знаешь уже. Да, то есть я приехал впервые в 17 лет, хотя, конечно, мне хотелось уже давно приехать и увидеть все, что я читал в Италии у себя, все, что я слушал, своими глазами вживую. Но получилось впервые приехать в 17 лет, я этому был очень рад. И да, я настолько влюбился тогда, в течение этого месяца, что я по-другому не мог. То есть я чувствовал, что мне нужно было вернуться, чтобы глубже понять, во-первых, русского человека, потому что издалека из Италии невозможно. Да, то есть меня просто очень все поразило, и в этом плане ваше гостеприимство. И действительно, вот я после окончания консерватории в Италии и других академий, передо мной встал выбор ехать учиться в Америку, в Германию и в Россию, да, и везде профессора были из России. И я понял, что я не хотел учиться у русского педагога в Америке, то есть потому что действительно их культура мне довольно далекая. То есть ваша культура, русская культура, мне гораздо ближе. Вот, да, всегда была гораздо ближе мне, моим родителям, поэтому они тоже, то есть особенно я помню тогда, ну, все-таки, ну, сейчас я не хочу говорить про маму, потому что все знают, что итальянцы очень любят своих мам, но я в этом плане более самостоятельный. Но тогда тоже моя мама говорила, что, в общем, она гораздо больше была, гораздо более счастливая, да, думая о России, чем об Америке, то есть она была ближе к России. В общем, родители немного влияют все равно на нас, да, особенно вот во время, когда учимся. Во-первых, у вас великая фортепианная школа, то есть я все-таки пианист, поэтому ваши педагоги, мне кажется, лучшие в мире, и поэтому как раз, да, в Америке их, ну, скажем так, стараются, ну, зовут ваших великих педагогов, да. Просто условия для жизни, да, немного, ну, много отличаются. То есть вот в Италии, в России. И поэтому здесь, возможно, вот темп жизни другой, то есть в Москве гораздо быстрее, чем в Венеции. И это мне больше нравится, потому что я, ну, в таком возрасте, да, хочется успеть все, то есть все сделать, все, есть большие, скажем так, амбиции, желания. А в Италии я чувствовал, что, правда, то есть там одна неделя. В Москве это как полгода в Италии. Ты поступил в магистратуру Гнесинки и переехал жить в общежитие. Как быстро ты вообще нашел в себе русских друзей? И, может быть, тебя что-то шокировало в студенческой жизни? Ну, в общем, да, я решил вначале именно жить в общежитии, да, потому что я хотел жить не, ну, вместе с другими и не чувствовать себя туристом, потому что я знал, что условия, скажем так, в общежитии такие интересные, более суровые, чем, например, чем у нас в Италии, или чем, ну, я был привык, да, то есть. Но мне именно хотелось изучать вашу менталитет изнутри, то есть я, потому что когда как раз я был в Москве в первый раз вот на один месяц, да, ну, я по обмену был в общежитии, и как раз там я начал петь с будущими друзьями, да, ваши песни за инструментом, за гитару, я именно в это влюбился, поэтому мне хотелось бы, ну, хотя бы на какой-то срок опять вот жить в тех, ну, в тех условиях, да, чтобы как раз вот подружиться со всеми. Мы просто с утра до вечера иногда, когда было время, вот вместе пели, играли, и дали пробовать вашу еду, и было замечательно. Чему тебя научила студенческая жизнь в России? А, ну, во-первых, что, да, что есть, если говорим именно про общежитие, например, да, что есть меньше удобства, меньше комфорта, потому что, например, я, ну, у меня дома в Италии есть квартира, и у нас, ну, пятеро детей, ну, довольно большая квартира, и у каждого была всегда возможность заниматься в своей комнате, и, в общем, да, а там тут по-другому. Но мне как раз хотелось бы немного прожить такой период жизни немного более сложный, чтобы стать сильнее, я не знаю, как сказать, то есть как испытание, да, и поэтому научила, во-первых, готовить чуть больше, потому что я, ну, итальянец, и думают, что итальянцы все готовят хорошо. Это неправда? Нет, ну... То есть сказать, это неправда? Правда, но нужно немного времени все равно, то есть нужно, практика нужна всегда, да, поэтому я, например, никогда не забуду вот эта интересная история. Один раз мне просто хотелось очень сильно приготовить пиццу, очень сильно, и дать попробовать всем, да, там, друзьям, подругам и так далее. В общем, я приехал там с магазинов, у меня тесто было и все так далее, а я забыл, что нет духовки, то есть вообще не было. Так, думаю, ой, как исправить? Ну, ладно, сковородка, мы делаем, мы готовим и жареную пиццу в Италии, особенно в Наполе. Это очень полезно, это супер, хорошо для здоровья. И, в общем, начинаем готовить, в конце концов, знаете, я не знаю, как их зовут в России, и вот эти женщины, которые работают, коменданты, как называется, женщины, которые работают в общежитии, которые контролируют, что все хорошо, да? Комендант. Комендант, да. Я решил им дать попробовать свою пиццу, и мои друзья сказали, что они впервые увидели улыбку на их лицах, то есть впервые в жизни, потому что если в Италии там мы все более, возможно, иногда открыты с самого начала, или более театральная, да, но все равно улыбка, то есть итальянцы не настолько, мне кажется, греет душу, да, как улыбка русского, потому что все-таки немного сложнее заслужить, но зато потом вот, это мои впечатления, конечно. Ну, насколько я понимаю, твое такое более глубокое погружение в российскую культуру произошло во время карантина. Да. Который ты провел в Москве. Да, я там уже был, то есть в своей квартире. Тогда ты стал как раз снимать тиктоки. Да. И надо, наверное, сразу сказать, что я твои тиктоки смотрела, и по твоим тиктокам тоже учила итальянский. Да, да, да. И ты пытался, ты рассказывал об этом в своих социальных сетях, что ты пытаешься разгадать некий вот этот код русской души. Ты его разгадал? Расскажи, какая она, эта русская душа, и чем вот русские так сильно отличаются от тех же итальянцев, например. Да, да, да. Мне всегда нравится вот вспомнить слова, да, великого вашего поэта Пушкина, потому что он впервые, если не ошибаюсь, он один из первых, которые начали использовать это выражение, то есть русская душа, да, про Татьяну Евгения Никини, она говорила, да, он говорил про нее, русская душа, сама не зная почему. Это очень интересно, да. Как раз это очень хорошо описывает немного мое состояние. То есть многие говорят, что я каким-то образом похож на русского, и, возможно, именно потому что, именно потому что ваша культура вот мне так близка, и поэтому, и сам я не знаю почему, да, и поэтому вы говорите, разгадал ли я? Я, по-моему, не разгадал, потому что, опять, умом Россию не понять, да, и сложно охватить все величие, загадочность вашей страны умом. Но в этом плане, возможно, я сейчас глубже понимаю вашу культуру, ваших людей, именно благодаря чувствам. То есть когда я даю себе возможность, да, когда я предаюсь чувствам, например, как я до этого говорил, и пою с русскими, с русскими друзьями, и вот тогда я чувствовал, что действительно что-то мне понятнее. Ты знаешь, все иностранцы говорят, вот загадочная русская душа, а мы-то с этим живем, мы не понимаем, чем мы загадочные. Ну, потому что для нас, мне кажется, мы такие обычные, и поэтому мы в основном спрашиваем, что значит загадочное. Не, могу, конечно, могу объяснить, да. Ну, вот на примерах на каких-то... Ну, например, вот сам факт, да, что с людьми на улице, например, тут, ну, в общем, люди, даже вот если смотрим на улице, как там прохожие в Италии, все равно чаще встречается улыбка, то есть у нас на улице, в общем, и тут... Но, опять, если открывается, вот если захочется вот русскому человеку, да, открыться, то есть в этом плане, да, то, не знаю, например, понятие как дружба, это вот тут у меня настоящие друзья, не знаю, это чувство, что тут мои друзья никогда не будут, то есть будут всегда рядом, а такого у меня нет в Италии, то есть у меня, ну, нет таких друзей, вот у меня девушка русская, да, и в этом плане чувствую, что меня гораздо глубже понимают здесь, то есть у вас какое-то умение, видимо, умение прислушиваться к людям и умение, опять, тоже помогать. Вы очень в этом плане, возможно, именно иностранцам, поэтому, возможно, вы среди своих, видимо, вы не настолько, возможно, да, не настолько помогаете друг другу, я не знаю, именно нам вот отношение к иностранцам удивляет, потому что здесь есть, действительно, такое уважение, такой восторг, потому что, возможно, да, Италия всегда оказалась какой-то экзотикой немного, что-то, и, возможно, поэтому вы так тепло к нам относитесь, ну, и ко всем другим иностранцам. Лоренцо, когда ты приезжаешь к друзьям в Италию, что они у тебя вообще спрашивают про Россию? Что спрашивают? Да, во-первых, ну, они действительно очень заинтересованы, то есть им хочется все больше и больше узнать, да, с каждым моим приездом. Они спрашивают, конечно, про людей, то есть какие вы русские, и спрашивают про погоду. У меня, конечно, есть родственники, которые живут в Америке, то есть, ну, дайрунные братья, которые живут в Тексас, и они там про погоду очень спрашивают, потому что у них есть такое понятие, что правда до сих пор, и это меня просто удивляет. Это при этом довольно умные родственники, то есть не то что. Но они действительно думают всегда серое небо, снег почти круглый год. А это мне сказали, типа, ну, буквально два года назад вот эти мои там с сестрами, я был в шоке, просто я не мог понять, что, я не мог думать, что до сих пор есть такие люди, которые думают, и там большинство, как понимаю, американцев так думают, что здесь, а по сути, что тут, мне кажется, климат лучше, чем они, я вижу, какой климат у них в Тексас, извините, я думаю, что это не такой роскоши. Тут более интересно, то есть зима зато настоящая зима, со снегом. В общем, и потом друзья спрашивают про еду, конечно, про еду много спрашивают. А что спрашивают? Ну, сложно ли мне здесь, потому что все-таки итальянцы очень любят свою еду, очень капризные. Да что же, вынули в итальянскую еду. Очень капризные в этом плане. То есть, правда, я еще как-то более, ну, так как я начал путешествовать и по концертам, там, 14 лет, 16 уже один и так далее, довольно привык и открыт к другим кухням. И, в общем, ну, например, мой младший брат Габриэли, если был бы он здесь просто, он, то есть, он ничего, он никогда не был в России, да, но когда он даже вот в Италии, и ему предлагают не то, то он просто вот так капризничает. То это что-то кроме пасты? Во-первых, даже паста, ему пармезан даже не нравится. То есть, он его очень, очень все... В Италии жить, не любя пармезан? Ну, он просто, да, и пасту любит, но только ту, там, с правильным томатным соусом, прямо, чтобы было, или там пиццу только есть, или тесто такое, и так далее, то есть, прямо, и он не один такой, то есть, да, поэтому, представляете, если такие друзья, я живу в России, то какие вопросы? То есть, Лоренцию, как там без, как тебе там без как раз своих продуктов, да, без итальянского, итальянских там помидоров, потому что мы очень любим помидоры, да, и как без песто настоящего, без пармезана, как тебе жить, как... Что ты им отвечаешь? Да, что мне отлично, что я просто заменил там пармезан пармезан со сметаной. Ну, то есть, у нас таких молочных продуктов нет в Италии, то есть, у нас почему-то так складывалось, ну, просто творог, сметана, ряженка, любимая ряженка, нет. В Италии, то есть, у нас есть свои сыры, очень, ну, тоже хорошие и так далее, но немного по-другому, ну, по-другому развита, да, эта сфера. Лоренция, знаешь, я на самом деле не просто так спросила тебя о стереотипах, которые, о тех вопросах, которые задают тебе твои друзья, а дело в том, что в России тоже очень много стереотипов об Италии. И, собственно, чтобы выяснить, что думают наши люди, мы вышли на улицу и спросили у них, что они знают вообще об Италии. Я тебе сейчас покажу это видео, ты его посмотри и скажи, что правда, а что нет. Держи, нажимай сюда. Пицца, паста. Это, конечно, стереотипно, но там это все равно, что мы с правдой оптасимы. Ну, сами макаронники, да? Вялость, сиеста. Замечательная страна, замечательные люди. Безалаберные, может быть, неопрятные, как бы вот такое у меня тоже есть. Шикарные люди, немного эмоциональные, очень стильные. Смотрел классный видос про парня, которому уже девушка запрещала говорить без этого жеста, и он не мог этого делать. Жгучие, горячие, сексуальные, красивые, талантливые, ленивые. Они очень близки к нам по нентальности, очень любят семью, очень любят детей. Могут подойти, потреблять ребеночка по щечке, и очень им нравятся дети, для них все, для них все. Они не напрягаются, они, я думаю, живут, просто живут с кайфом. Любят жизнь, очень любят отдыхать, и, кажется, не очень любят работать. Для них стандартная история – это закрыться в 12 часов, потому что сиеста, и открыться в себе, а потом жаловаться, что у них нет денег. Да, честно говоря, они очень хорошо, мне кажется, описали Италию, то есть даже лучше, чем я мог бы, потому что нелегко смотреть на себя, то есть со стороны, да. Почти согласен со всеми, то есть, возможно, говорят, что очень любим детей, это правда, но иметь детей, возможно, не очень любим, то есть, ну, рано, скажем так, то есть, особенно сейчас, сегодня, ну, конечно, понятие семья важное, но теряется все-таки немного. То есть, у нас в этом плане, возможно, сильно, ну, как раз там более пожилой мужчина об этом говорил, возможно, 50 лет назад было так. Сегодня уже более все, ну, вы знаете, что там, итальянцы женятся, в общем, ну, входят замуж поздно, да, скорее всего, после 30-ти, и детей еще позже, да, поэтому в этом плане это вот единственный отличие от АК, действительно, то есть, довольно, мы очень бережно относимся, да, к своей культуре, и очень открытое, приятно, что говорят, что такие жгучие, это я сейчас уже о себе не могу так говорить, но очень приятно, что это, видимо, замечают. Лоренц, я очень хочу поговорить о твоей работе, о твоей карьере вообще в России, она у тебя достаточно стремительная, и, насколько я понимаю, классическое искусство, это основной вид заработка твоего, и мне интересно, насколько можно, скажем так, где можно заработать больше на этом, в России или в Италии? Если говорить о концертах, возможно, в среднем, да, в среднем, то есть, как концерт, фортепианный концерт, да, возможно, больше оплачивается в Италии, если говорить именно про, да, концерт, ну, не только, но опять я думаю, вот в моем случае, да, так как я нашел, открыл вот свои соцсети, да, с намерением, с одной стороны, просто, ну, выражать себя не только через музыку, но и через слово, потому что мне это очень нужно было, и до этого я не мог найти вот свое место для этого, да, поэтому просто хотелось общаться, ну, с такой более широкой аудиторией, с другой стороны, я начал ввести соцсети для того, что с намерением сблизить новую аудиторию, более молодую, да, с классической музыкой, потому что это такая довольно узкая сфера, из-за того, что сейчас появилась хорошая аудитория, да, я изначально говорю больше о наших языках, о наших культурах, как раз потому, что я думал, что если я начну говорить о музыке Баха, о музыке Рахманова, да, какая у меня будет аудитория, ну, там, ну, какая-то своя, а если я говорю сначала, да, об итальянском языке, о пицце, о чебуреках, вот, возможно, потом, со временем, да, какая-то часть аудитории, возможно, перейдет, да, на классическую музыку, сейчас так и происходит, и меня это очень радует, и, в общем, это к чему, это к тому, что сейчас для меня, по сути, концертная деятельность, более, если говорим именно про выгоду, и про, да, про, я думаю, что вас интересует эта сфера, да, концертная деятельность для меня более прибыльная, то есть более выгодная здесь, потому что как раз тут у меня, ну, большая часть аудитории, поэтому, если я говорю, что у меня будет концерт, да, если делал анонс, то люди приходят, и, в общем, довольно много людей приходят, да, и поэтому тут больше, больше спроса в этом плане. Ну, а то, что касается блогинга, то есть это дополнительная реклама, дополнительные какие-то съемки, вообще, насколько эта история развита в Италии, и насколько ты бы мог, например, ну, условно, стать тем же блогером в Италии? Я думаю, что это гораздо менее развито у нас, гораздо менее развито, то есть, ну, и тоже важно говорить, что здесь вот отличие между людьми, которые, например, да, этим не занимаются, или, например, живут, скажем так, ну, работают, например, в офисе, и звездами, да, гораздо больше, чем у нас в Италии, поэтому те, которые, например, успешны и в блогинге, да, все равно они, кажется, что они ближе, чем здесь какие-то очень знаменитые блогеры, или звезды телевидения, да, тут там проще к этому относятся, поэтому, возможно, я говорю, что в Италии нас менее развито, еще потому, что кажется, что просто, а, тот знаменитый, да, он просто там, как друг какой-то, не знаю, как сказать, меньше, меньше дистанции между успешными людьми и людьми, которые, которые, видимо, интересуются, почему так? Почему? Я не знаю, почему, это интересно, я просто, действительно, ведущий на телевидении, а не менее, возможно, такая внутренняя тенденция, в общем, тут долго не было много чего, то есть, да, вот, как раз, вот, в начале, ну, это 20 лет назад началось быть более, там, в плане благополучно, да, ну, возможно, как раз, вот, так как не было, например, больших машин и крутых, а потом, как только, как только появилась возможность приобрести, вот, тогда все, как понимаю, начали кататься, начали, ну, именно любят очень большие машины, такие пафосные, да, а у нас, скорее всего, даже очень богатые, более маленькие, то есть, возможно, то есть, это опять к тому, что мы, если тут, если возможность сейчас быть богатым, показать свое богатство, по-моему, люди больше любят показать свое, показывать свое богатство и свои возможности, чем у нас, вот, с этим связано, то есть, у нас уже давно просто есть, ну, возможность, да, приобрести разные материальные, предметы, предметы, спасибо, да, уже давно есть такая возможность, поэтому люди уже к этому уже привыкли. Конечно, вы же сумки там шьете у себя, и одежду. То есть, люди к этому уже привыкли, поэтому не так важно, по сути, как человек вот выглядит на улице, не настолько важно, мне кажется, как здесь. Лоренцо активно наращивает свою медийность, и для этого у него идеальные условия. Сфера медиа в России с каждым годом набирает обороты. Наши телевидения и радио считаются одними из самых развитых и технологически продвинутых в мире. Мы занимаем первое место в мире по числу телеканалов. Кроме того, для блогеров в России условия тоже максимально комфортные. Во-первых, у нас по-прежнему самый дешевый проводной интернет, а мобильный ходит в топ-5 в международном рейтинге. Ну, раз мы уже начали с тобой сравнивать наши страны, я предлагаю углубиться еще в эту историю. А как вообще соцсети на сегодняшний день влияют на молодежь в Италии? Я думаю, что так как вот наша сфера туризма, очень развита в Италии. И если хочется, чтобы какое-то заведение было успешным, то есть люди не особо стараются, потому что и так туристы приходят. И так. То есть в Венеции откроешь какой-то магазин одежды или какой-то ресторанчик в центре, по-любому, каждый день потоками, то есть будут приходить туристы. Если уже все так, как ребенку, как на ложке, все уже готово, то зачем вот так прямо стараться развиваться в соцсетях и показать вот так вот. Есть какой-то лимит людей в заведении, и им уже достаточно. Поэтому люди не так стараются, это один пример. Ну, в общем, такая тенденция, то есть так как туризм очень развит, очень много внимания. То есть Италию, к счастью, спасибо за это, но многие любят, да, поэтому не особо стараются развиваться и в соцсетях в том числе. То есть, например, я знаю, там сейчас недавно фотограф из Москвы предложила мне фотосъемку в Венеции, она мне говорит, что она работает практически только, она живет там, работает только с русскими, потому что итальянцам невозможно работать в этой сфере, потому что никому не интересна фотография. Фотографии никому не интересны, потому что, видимо, не так интересно их выкладывать, не так интересно показать, что у тебя в... То есть, действительно, менее развито, а в этом плане русский, мне кажется, сложно в Италии, потому что если вот есть иногда, то есть сложно с одной стороны, с другой стороны, если ты очень талантливый фотограф, например, или фотограф, или другие сферы связаны с видеомейкинг, например, да, то в Италии ты будешь отличаться очень сильно. То есть, возможно, изначально сложно найти клиентов, но зато потом, если действительно у тебя есть какие-то навыки, какие-то skills, да, то ты будешь сразу одним из лучших. Потому что у нас действительно в этом плане, то есть в этой сфере, меньше конкуренции. А вот что касается сепарации от родителей. Ты уже упомянул то, что в Италии достаточно поздно дети съезжают от своих родителей, долгое время слушаются маму, и это огромное влияние. Почему вообще так происходит? И почему в России по-другому, на твой взгляд? Да. Ну, я думаю, что есть какой-то более экономический фактор. И более такой, ну, связан с чувствами и с тем, какие мы, итальянцы. То есть, ну, во-первых, да, конечно, возможно, аренда, аренды довольно, аренды апартаментов, да, довольно дорогие. И не так рано можно начать зарабатывать хорошо у нас. То есть, в общем, с работой не все отлично. То есть, Италия прекрасная страна и так далее, но с работой действительно есть какие-то сложности. С другой стороны, действительно, я думаю, что, в общем, есть очень хорошее отношение с родителями. То есть, скорее всего, и среди моих друзей вижу, что все мои друзья своих родителей любят, уважают. Поэтому тоже говорили до этого на видео. То есть, такое хорошее отношение. Семья. То есть, в этом плане, да, дети любят своих родителей. И поэтому, возможно, сложно от них, да, то есть, и думаем о свадьбе позже, чем вы. То есть, думаем о самостоятельной жизни позже. Возможно, да, из-за этого тоже. Такое понятие свадьба у меня не так далека. То есть, я, возможно, об этом уже думаю, да. Друзья, так смотри на меня. Просто такими глазами Лоренцо. Ты что? И потом я заметил, что начали ходить слухи по Венеции, что, ой, Лоренцо хочет выйти замуж. Типа, вот так вот. И правда, это какое-то напряжение появилось. Ну, я сейчас, мне было 22 года. Не то, что я прямо младенец. То есть, все равно, мне кажется. Но, правда, ходили такие слухи страшные. Ой, Лоренцо, бонят. Потому что в школе я хорошо, как будто, понимаете, я хорошо учился. Лоренцо, бонят, йо, он хорошо учился, пианист. Хочет уже выйти. Как будто это плохо, как будто действительно. Поэтому, ну, мы такие. Лоренцо, давай попробуем обобщить. Вижу, что у тебя с руками уже хорошо. Да-да-да, я просто перенимаю тебя практически на ходу. Мы с тобой сравним несколько сфер в России и в Италии. И поставим баллы от 1 до 5. Ну, и объясним, почему. Попробуем. Итак, образование. Где лучше учиться и удобнее? Ну, может быть, дешевле, дороже. Мне кажется, 4,5 у нас, 4,5 у вас. Потому что в этом плане мы похожи. Похожая система. То есть у нас, и у вас, и у нас дешево стоит. То есть, там, у нас образование в университете стоит, примерно, там, 1500 евро, 2000 в год. В год. Если говорим про государственные учреждения, университеты обычные, это самое лучшее. Государственные, это очень хорошее, да. И у вас, мне кажется, не так недорого стоит. И серьезно. То есть мы, когда даже в школе, даже в лицее, да, у нас математика, это повыше, это хороший уровень математики, как здесь. То есть я знаю, что те, которые уезжают на год в Америку, сейчас я не против Америки, просто говорю, что есть действительно какие-то, ну, примеры, друзья, которые уехали там и из Италии, и из России на год. Типа, я вижу, что потом им сложнее с этими предметами, особенно научными, то есть математикой и так далее. Досуг и развлечения для молодежи, то есть места отдыха, клубы, еще что-то, кафе. Ну, если говорим, я думаю, в Италии в этом плане три с половиной. Если, ну, про клубы и так далее, ну, я думаю, про Венецию я говорю. В Венецию ноль. В Венеции вообще нет клубов, нет ни одного дискотека, нет ни одной дискотеки. Ну, то есть гондольер только поет, и ты танцуешь. Да, ну, другое развлечение. Это другие, там, на лодке, по каналам вечером. Ну, и, конечно, не говорю, что если нет клубов, значит, люди по-другому не веселятся. То есть, например, регион, регион Венето, Венето это регион, где Венеция, да, это самый пивочий регион в Италии. То есть там отсюда-отсюда просекко. И как раз есть какие-то места, какие-то ресторанчики, где, возможно, это у них такая акция, не знаю, что, то, ну, действительно, им, в общем, сейчас скажу, где стаканчик просеку дешевле, чем стаканчик воды. То есть такой есть, типа, там, 50 центов, например, или в Венеции можно найти спритц, а, прежде чем спритц за 2,5 евро. Если сравнивать Венецию и Москва, то есть 0,5. Ну, не 0, хорошо, а 1,5. Потому что тут очень много разных интересных, а именно не то, чтобы их много, но все разные, потому что, так как конкуренция высокая, то каждый старается делать лучше, чем другой. Поэтому интересные кафешки, интересные рестораны, там, оригинальные, да, даже итальянские рестораны отличаются, даже вот и клубы, много их, их много, то есть в Венеции мало. Уровень чистоты на улицах городов? В России и в Италии. Окей. Ну, опять, если говорим о России через призму Москвы, то тут, мне кажется, ну, чище сложно. То есть, особенно если говорим про центры, не знаю, возможно, вы по-другому думаете. Не знаю, как это в твоем мире, но для меня московское метро и улицы, в общем, очень-очень чистые, они очень, ну, там, они стараются, да. В Венеции неплохо, мне кажется, но не пятерка. То есть, я думаю, где-то 3,5-4. Но почему опять? Потому что действительно немного по-другому устроен город. То есть он такой маленький, но туристов столько много. Поэтому, кстати, они очень стараются, то есть, правда, очень стараются, и там, в плане, каждую... То есть, если видите иногда, когда есть такие потоки, не знаю, по субботам, да, какая Венеция ночью, вечером, после вот этих всего, да, то она очень грязная, потому что, видимо, не очень тоже хорошо относятся туристы к нашему городу, потому что нужно... Мы, по сути, открываем наши двери. Я даже очень, я сам очень... Когда мне говорят, о, как ты можешь жить в Венеции, так много туристов, но я сам рад. То есть я рад, потому что вижу, что вы рады. То есть я, правда, думаю, что такой красотой нужно делиться. Но с уважением, это важно, да. Поэтому с утра, по сути, Венеция очень чистая, поэтому они, если сравнивать, то есть они большую работу выполняют, но если говорить о результатах, конечно, тут чище, в общем, чем у нас. Уровень сервиса. Ага. С сервиса имеется в виду... Обслуживание в ресторанах, бытовой какой-то сервис. Да. Ну, опять, это связано немного с предыдущим, то есть пунктом, да, в общем, заведения и так далее. Я должен сказать, что у нас, если не так стараются, не особо стараются, если речь идет о заведениях, да, чтобы вот мой ресторан был, отличался от твоего или был другим, или так. Но если говорить именно о людях, вот те, которые, о тех, которые работают, да, то все вот именно всегда очень-очень-очень любезны, очень всегда с улыбкой, но при этом с настоящей улыбкой, вот именно в ресторанах, то есть чувствую тепло, комфортно в ресторанах, да. Я иногда тут, мне кажется, что где-то, иногда вот не особо, то есть, по сути, красивое место, но не всегда так, понимаете, тепло с клиентами. Поэтому, не знаю, давайте, я бы сказал, четыре у нас в Италии, и тут, в плане, три с половиной. Если говорить именно о людях, то есть о том, как работают, как стараются, да, относиться к туристам или к клиентам, да. И у нас и у вас есть такое наследие, да, наследие, да, великих композиторов, писателей. И это, конечно, влияет на нас, потому что мы уже будем по-другому смотреть на то, что нас окружает, да. Если мы смотрим сейчас, например, тут даже те, которые не любят литературу и так далее, но почти все знают о Есенине, да, знают какие-то стихи или там, и ты смотришь на березу, и по-любому это не будет просто какое-то дерево, а какое-то уже, да, изысканное существо. И как это... Потому что, даже если мы не любим, но все равно дышим этим воздухом, насыщенным культурой, да, и у нас, и у вас. Поэтому почему говорим, что мы эмоциональны и так далее, это легко-то говорить, есть причины, потому что за нами стоят великые культуры, которые меняют нас, как меняют нас, меняют наш взгляд друг на друга, на то, что нас окружает, на красоту. То есть я уверен. И потом есть отличия, да, потому что если, например, мы к чему-то привыкли, нет, то есть для вас, я тоже всегда люблю это говорить, да, что действительно лучше солнца для русского человека, это не то же самое, чем для итальянца. То есть я, и поэтому Россия многому меня научила, тоже в этом плане. То есть сейчас я гораздо больше ценю то, что мне дано в Италии. То есть я вижу действительно, как природа, вот где-то в феврале, в марте, готовится к весне, как втайне под снегом, вот именно вот ждет, ждет что-то этого солнца. Это прекрасно, и люди с ней, люди с ней. И это, мы говорим об этом, и об этом говорит Достоевский, да, в «Белых ночах», как описывает состояние, вот этот восторг, да, когда с приходом весны Петербурга, жителей Петербурга, да. И это правда так. И знаете, как, знаешь, как для меня прекрасно сейчас это заметить после жизни в России. То есть я это чувствую сейчас. И в этом плане в Италии просто люди привыкли к этому, привыкли к солнцу, и поэтому, возможно, не так ценят. И есть прекрасное, я потом закончу, потому что, но есть прекрасное стихотворение, ну, стихотворение Эренбурга, да, я сейчас коротко, ну, вкратце скажу, но. Да разве могут, да разве могут дети юга, где розы блещут в декабре, хоть на минуту, хоть во сне, хоть ненароком догадаться, что значит думать о весне, да? Сухой пургой ослеплены, мы видели, уже не видя, глаза зеленой весны. Представляете? То есть, действительно, я понимаю сейчас эти слова, потому что, как можем мы, дети юга, понимать, что такое думать о весне, если весна, по сути, круглый год уже с нами. Вот это большое отличие. Лоренцо, очень хочу поговорить с тобой о личном. Я знаю, что ты встречаешься с девушкой, девушка из России, и мне интересно, когда вы только начали встречаться, ты как-то за ней ухаживал? Ну, то есть, ты знаешь, наверное, мы, русские женщины, любим, когда мужчины за нами ухаживают. Какие-то были у тебя интересные случаи, моменты? Да, тут большие тоже отличия. То есть, в Италии, в России огромное отличие в этом плане. Конечно, я ухаживал, я очень, ну, я по-другому не мог, во-первых, потому что я такой человек. То есть, я, возможно, всегда видел такое отношение с папой, с мамой. В этом плане нам очень повезло. У нас такая семья довольно большая, то есть пятеро детей. Большая, не довольно большая, а действительно большая, особенно для наших времен. И мама и папа, они всегда, я думаю, что так, как они смотрели на себя друг на друга 30 лет назад, они по-прежнему так смотрят друг на друга, поэтому это влияет на меня. Я по-другому не могу. То есть, хотелось, конечно, заслужить внимание прекрасной девушки. И не наоборот. То есть, да. Поэтому, конечно, я могу говорить, во-первых, как это произошло. То есть, я помню, что вот она тоже, ее зовут Дин, она прекрасная оперная певица. И я помню, как она меня удивила своей красотой и своим талантом. Как раз она училась в училище имени Гнесиных. Помню, как она была в прекрасном красном платье и пела русские романцы. И прямо сразу меня удивило. Было непросто. То есть, вначале мы общались, были какие-то общие знакомые, но процесс был довольно таким сложным. То есть, нужно было... А в чем сложность? Ну, сложность. В плане, ну, прекрасная девушка, красивая и так далее. Я чувствовал, что, конечно, было такое взаимное... Ну, было с ее стороны какое-то внимание, какой-то интерес. Но все равно тут девушка, мне кажется, что стараются. То есть, возможно, она такая, я не знаю. Я могу... Мне сложно говорить про девушек. В общем, да. И мне проще говорить про нее. То есть, в этом плане, да. То есть, я как раз вот купил, покупал часто цветы, дарил довольно часто. Какие-то свидания в ресторанах. Потому что хотелось... Хотелось сделать все возможное для того, чтобы... Ну, в этом плане сблизиться и продолжить. В Италии это вообще не так. То есть, я думаю, что примерно все об этом знают. Я тоже делаю часто ролики на эту тему. Но действительно, вот эта тема счет пополам, то есть, очень распространена у нас. У меня есть друг, который очень гордится тем, что на первом свидании она заплатила полностью. И очень часто, скорее всего, она платит. Ну, в общем, или пополам. То есть, то, что он платит... Нет. И он очень гордится этим. Я всегда смотрю на него такими, как будто мне... Ну, просто мне всегда смешно. Особенно после жизни в России. Но... А так, возможно, это какой-то тоже экстрим. Но, скорее всего, сами девушки... То есть, они сейчас... Вот недавно у меня, у моего брата, там сейчас появилась какая-то история. И они были на свидание. Я ему говорю, Габриэля, надеюсь, ты за ужин заплатил? Я говорю, Э, нет. Потому что она так просто наставила. Она так не хотела. Она сделала все возможное, чтобы я не заплатил. И поэтому она заплатила. В конце концов, он заплатил за аперитив, она за ужин. Получается, она больше заплатила, чем он. Но поэтому девушки у нас действительно не то, что... Они прямо очень часто хотят сами платить. Другой немного, другой менталитет. Другой менталитет. А в чем вообще отличие русских девушек и итальянских? Возможно, в России больше любят, чтобы ухаживали. Вот русские девушки. Да? Ну, а так, конечно... Во-первых, для меня русские девушки красивее. Я должен это сказать. То есть, если говорить об отличиях, нужно говорить обо всем. То есть, в общем, какая-то более... И красота, это не только внешняя, да? И это какая-то элегантность. То есть, более-более элегантные, более воспитанные в этом плане. Более интересные, более целеустремленные. Гораздо больше стараются и в нашем возрасте, и в молодом возрасте. То есть, учатся, работают, есть больше стремления. Лоренцо, у меня осталось три вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Ты готов? Готов. Три главных качества русской души. «Иногда люди недостаточно доверчивые». Недоверчивость, да? Я не могу привыкнуть к тому, что я не могу привыкнуть к тому, Все равно скучаю по своим ингредиентам. Какие-то свои ингредиенты очень, ну, их очень не хватает. Пармезан, я очень люблю прошутто. И не привыкну к укропу. Я сказал до этого, извините, но... А так, честно говоря, просто мне проще говорить о плюсах. То есть, мне так просто нравится. Что нужно русскому для счастья? Мне кажется, как раз солнце. То есть, солнце и это стремление, да, к солнцу и к свету, в общем, то есть, это метафора, да? В общем, тянет, притягивает, солнце притягивает, да, русского человека. То есть, нужно солнце, побольше, побольше света, потому что, действительно, физически меньше, да? И поэтому люди вот очень стараются стремляться. Я уверен, что у всех моих друзей это получится, то есть, потому что все-таки люди очень стараются в этом плане как раз приблизиться к этому, к этому свету, к этому солнцу. То есть, да. Спасибо тебе большое за потрясающее интервью, за твое потрясающее видение вообще этого мира. Да. Это просто великолепно. А я напомню, это проект «Мы и они». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Мы все читаем. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал и группу ВКонтакте. Ведь все, что не вошло в основной выпуск, теперь будет там. И помните, хорошо там, где мы есть.